Приветствую, друзья! Всем здравия и добра! Появление в нашей жизни модного фейка, который так тесно заполнил все средства массовой информации, начали происходить те вещи, на которые не рассчитывали сами создатели этого фейка. В частности, некоторые высокопоставленные должностные лица начали рассказывать правду, которую не должны были рассказывать в силу своих должностных обязанностей. То есть, что-то пошло не так. Создатели коронабесия считали, что их детище, наоборот, заткнет рты людям. Однако, просчитались в своих планах. Люди стали говорить о том, что не сказали бы раньше, в постедневных условиях. Так, например, один из высокопоставленных чиновников НАСА не смог больше молчать и рассказал тот секрет, который ему было велено хранить на протяжении всей жизни. Всем привет! Данная информация будет с канала «Плоская вода. Плоская земля». Сегодня у меня есть для вас нечто интересное. Как я уже упоминал ранее, я получаю ваши письма регулярно. Я не всегда должным образом могу отблагодарить отправителя. Все же, я хочу сказать спасибо всем людям, которые когда-либо присылали мне информацию. Вы потрясающие ребята и лучшая аудитория. Я просто поражен, как много вы все знаете. Поэтому прошу вас продолжать и дальше делиться информацией. Итак, признание бывшего служащего НАСА. Я покажу вам мой почтовый ящик, и вы можете увидеть, откуда это пришло. Он говорит, что использовал здесь псевдоним, чтобы замести следы для усложнения поиска и возмездия. С другой стороны, это признание бывшего официального лица НАСА. Меня зовут доктор Кейт Смит. Я бывший главный инженер НАСА. Написание этого сообщения сопряжено с большим риском безопасности, как для меня лично, так и для моей семьи. Однако, после просмотра ваших видео на канале, я думаю, вы можете мне помочь. Я хочу рассказать историю как можно большему количеству искателей истин, таких как вы. Прямо сейчас происходят ужасные вещи, о которых люди должны знать. Вы смелый человек, потому что вы готовы выступить против сил зла. Это история о том, как я стал частью заговора с целью вести массы от истинной природы и реальности. Я присоединился к НАСА в 1996 году после получения докторской степени в Мичиганском университете. Я искренне верил, что работа, которую я выполнял по программе Шаттла, заключалась в отправке людей в космос как инженер низкого уровня. Тогда я еще думал, что Земля – это шар. Когда в 2012-м я был повышен до должности главного инженера, мне было поручено курировать инженеров-проектировщиков в различных проектах и будущих миссий космических программ. По крайней мере, я думал, что буду этим заниматься. Только потом я узнал, что меня повысили только потому, что мое начальство почувствовало, что мне можно доверить. Секрет. 7 июня 2012 года ко мне напрямую обратился исполняющий обязанности администратора НАСА Чарльз Болден. Он предложил мне повышение, которое я с готовностью принял. Именно в этот момент меня должны были посвятить секрет. 10 июня я поехал в Вашингтон, в округ Колумбия, для встречи с администратором Болденом. Когда я вошел в Вашингтоне в зал заседаний штаб-квартиры НАСА, меня представили и предложили сесть. На встрече присутствовали я администратор Болден, заместитель администратора Лори Гарфуд, директор Майкл Коудс из космического центра, Роберт Кабан из космического центра Кеннеди, директор Артур Коудман из космического центра Маршала и главный научный сотрудник Валид Абдуллахи. После того, как вступление закончилось, Болден стал очень серьезным. Он сказал, что то, что я сейчас услышу, изменится всю мою жизнь, и чтобы я попытался поверить в это. Его единственной просьбой было выслушать его, прежде чем я выйду отсюда. Он открыл мне секрет, который я никогда не забуду. Администратор Болден посмотрел мне в глаза и сказал, «Все, чему тебя когда-либо учили – ложь». Сказал он мне. Земля на самом деле плоская. Это то, что было известно древним народам на протяжении тысячелетий. Однако, по мере того, как население становилось все более образованным, а их социальный статус рос, они становились беспокойными и представляли опасность. Само по себе это стало необходимым для великой лжи, чтобы предотвратить коллапс общества и еще одного темного века. Историки скажут вам, что люди знали в течение тысячи лет, что Земля круглая. Они будут указывать на таких личностей, как Радисфен, Эрета Сфен, говоря, что он знал о круглой Земле еще в третьем веке до нашей эры. Они даже скажут, что он вычислил окружность земного шара с точностью до 1%. Благодаря тому, что измерил расстояние между Александрией и Сиеной, пройдя расстояние и подсчитав шаги. Однако, эти исторические записи были сфабрикованы и оставлены для историков и археологов, чтобы они обнаружили это. Всего 200 лет назад истинная природа Земли была общеизвестной. Однако, все записи об этом знании были уничтожены. Они также сказали, что истинной целью НАСА было не исследование космоса, а поддержание заговора земного шара, сохранение целостности цивилизации. Я был в полном шоке от того, что услышал. Конечно, это не могло быть правдой. Это была какая-то шутка. На самом деле, когда Болден закончил, я просто засмеялся. Однако, Болден сохранил самообладание. Он сказал мне, что отреагировал так же, когда впервые услышал правду. Остальные в комнате стали рассказывать свои истории, как они себя вели, когда впервые услышали правду. Директор Голдман сказал, что ему потребовались месяцы, чтобы полностью убедиться в этом. Мне сказали вернуться в свой отель и подумать об этом. Сначала я отрицал. Мне потребовалось недели, прежде чем я принял то, что должен был всегда знать. Другие старшие должностные лица очень поддерживали меня на протяжении всего процесса, терпеливо отвечая на мои многочисленные вопросы. Моя работа в качестве главного инженера заключалась в разработке правдоподобных проектов, которые затем передавались инженерам более низкого уровня. Затем они будут должным образом проектированы и даже будет построен космический корабль. Но они никогда не узнают, что то, что они спроектировали, никогда не полетит в космос. Моей задачей было обеспечить, чтобы каждый раз при запуске ракеты она бы просто вылетала за пределы диапазона телекамеры и возможностей гражданского слежения до того, как упадет в океан. Многие ракеты все еще можно найти на дне океана. Я согласился продолжать распространение лжи в течение 7 лет, до тех пор, пока не вышел на пенсию в конце 2019 года. Даже после того, как я вышел на пенсию, я все еще был на борту распространения лжи о зеном шаре. Мне внушили, что ложь об истинной форме земли была единственным способом сохранить общество. Однако с появлением коронабесия у меня произошло духовное пробуждение, и я обрел Бога для себя впервые в своей жизни. Благодаря этому я осознал ошибочность своих суждений. Люди имеют право знать правду. Это может вызвать социальные потрясения. Но я думаю, что можно сломать авторитет заговора, части заговора. За каждым моим шагом внимательно следят. Они стали подозрительно относиться ко мне. Я использую ложные псевдонимы, как способ защитить свою личность и не дать им заставить себя замолчать. Я твердо верю, что это важно, чтобы правда распространилась на большинство людей. Они сделают все возможное, чтобы подавить подобные сообщения. Не случайно, что это и другие видеоплощадки борются с видеозаговорей. Надеюсь, вы найдете эту информацию полезной. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами, которые у вас могут быть. Я постараюсь на них отвечать. Спасибо, доктор Кейт Смит. Спасибо. Благослови тебя Бог. Спасибо вам, доктор Смит. Я хочу показать вам некоторые изображения, которые будут здесь уместны. Как вы можете видеть здесь, это люди, которые наметили свой путь через океан из Западной Африки и Восточную Бразилию. И вы можете видеть, что они нанесли на карту. Рельеф дна и все вдоль него. Она плоская. Чаша морского дна между Африкой и Америкой. От Африки до Америки никаких изгибов. Земля плоская. Кратчайший путь между континентами Африки и Южной Америки 3111 километров или 1933 миль или 1680 морских миль. Расстояние – это теоретически воздушное расстояние по большому кругу. Полеты между аэропортами двух локаций могут быть на разных расстояниях в зависимости от места положения аэропорта и выбранного маршрута. Здесь говорится о гигантах по меньшей мере ростом 10 футов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...